Мини-футбольный турнир памяти мастера спорта Олега Бондаря прошел во Владивостоке. Ежегодные соревнования собрали ветеранов этого вида спорта старше 50 лет со всего Дальнего Востока и не только. В этом году впервые к турниру присоединилась и китайская команда с города Янзы. Всего же на поле спорткомплекса Олимпийц встретилось 8 коллективов, которые в течение трех дней боролись за почетный трофей. 15 раз уже мы собираемся. Поначалу турнир это был просто чисто городские команды у нас собирались. Потом мы начали приглашать команды с Приморского края. И вот уже наконец, уже три года мы приглашаем всех Дальневосточных клубов ветеранов, которые участвуют в этом турнире. По итогу соревнований первое место завоевала команда Примор Автотранс из Владивостока. Второе место у Хабаровского космоса. А замкнул тройку лидеров футбольный клуб Металлург из Комсомольска на Амуре. Напомню, Олег Бондарь, в память которого и проводится турнир, пришел в Луч в 1981-м. С того момента 18-летний защитник провел лучшие матчи за всю свою жизнь. Прием заявок на танцевальный фестиваль «Стрит Эйр» стартовал в Приморской столице. Ставшее уже традиционным танцевальное мероприятие вновь пройдет на спортивной набережной Владивостока с 29 мая по 25 сентября. Всех заявленных участников поделят на две категории – любители и профи. Сам фестиваль, как и всегда, пройдет в три отборочных тура, после которых будет оставаться только двое лучших. Эти молодые парни и девушки и встретятся на финальном этапе. Конкурсная программа включает в себя различные испытания, вроде приветствия, импровизации и проявления харизмы. Танцоров отбирает профессиональное жюри, однако остаться в проекте смогут помочь и зрительские овации. Стоит отметить, что количество участников в каждой дисциплине – не более 20 человек. Всю информацию вы можете узнать на официальной страничке фестиваля в социальных сетях. Второй краевой зимний фестиваль «Вперед в ФСК ГТО» состоялся во Владивостоке. Представители 4-й и 5-й ступеней, то есть учащиеся в возрасте от 13 до 17 лет, состязались в скорости, силе, гибкости и выносливости. Всего же в борьбу за почетный значок вступило 264 участника. С момента начала внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО заметно чувствуется развитие его, так как значительно прибавилось количество участников на фестивале. По сравнению с фестивалем, который проходил в прошлом году, в два раза увеличилось число участников. Это говорит о том, что мы развиваемся в нужном направлении. По результатам фестиваля определились не только обладатели значков ГТО, но и лидеры по количеству лауреатов. По итогу трехдневных испытаний первое общекомандное место занял Артемовский городской округ, а лидером по очкам среди муниципальных районов стал партизанский микрорайон. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.